Всем привет! Как я вам и обещала, сегодня наконец-таки у меня дошли руки. Тот антуриум, который мне дарили на 8 марта, сейчас уже конец мая, я наконец-таки решила и появилась у меня возможность его пересадить. Вы меня просили сделать это с вами, рассказать вам о нюансах и каких-то своих секретах посадки. И вот сейчас я буду вам это все рассказывать для того, чтобы ваше антуриум после покупки гарантированно 100% прижился. Что нужно сделать? Во-первых, дать ему месяц-два на адаптацию и обязательно его пересадить. Это в том случае, если это летняя пора или весенняя. Если зима, ждем весны, не пересаживаем до весны. Второй секрет. Горшок нужно брать совсем чуть-чуть больше, чем горшок растения. Посмотрите, видите, он практически одинаковый, но немножко больше. Грунт для антуриума этот раз я использую вот такой вот. Никогда в жизни его не покупала, купила первый раз. Не знаю, хороший, плохой. Я купила вот такой универсальный грунт. Также вы можете использовать для своего антуриума грунт для азалий. Он также прекрасно подойдет, так как антуриум любит более подкисленный субстрат. Вот здесь вы видите шикарные, идеальные корни растения. Вот так вот должны выглядеть корни у антуриума. Они чистые, они не гнилые. Они вот такого светлого цвета. Если есть гнилые, то мы аккуратненько, где видим, мы срезаем. Итак, следующий секрет. Ни в коем случае не потрошите куст. Вы очень аккуратно достаете его из его транспортировочного горшка. Ставите его в горшок, в который будете сажать. И ни в коем случае куст вы не разрываете, не отделяете никакие деленки. Не чистите, не моете, ничего не делаете. Вот так вот вы ставите. И начинаете засыпать землей. Просто засыпаем по кругу, ничего я больше этот раз не добавляла. Можете добавить уголь немножко, либо кору мелкой фракции. Можете ничего не добавлять. Здесь был перлит в качестве разрыхлителя, поэтому я ничего не стала добавлять. Вот так вот мы засыпаем антуриум доверху. Дренаж также я не добавляла на дно. И вот так вот он у нас будет жить. Но так как я не потрошила земляной ком, я не рвала корни, они не поврежденные. Мы поливаем сразу растения. Если вы корни каким-то образом повредили, растения вы поливаете через 2-3 дня после посадки, чтобы ранки успели зажить. Вот такие небольшие были нюансы. Надеюсь, я вам что-то полезное сегодня рассказала. Воспользуйтесь обязательно моими советами. И будет вам счастье!